Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Угарова. Я журналист, пишу про балет, про танец, исследую классику, исследую современную хореографию. Рада вас приветствовать на онлайн-программе фестиваля Dance Open. В первую очередь хочется поблагодарить команду фестиваля во главе с продюсером бесстрашным Екатериной Голановой, которая вместе со своими соратниками дает нам возможность, несмотря на сложные обстоятельства, погружаться в атмосферу балета и танца. Это, конечно, невероятно ценно и здорово. Я, как и многие, стараюсь соблюдать режим самоизоляции, поэтому приветствую вас сегодня у себя дома. Пишу нашу лекцию на телефон, поэтому несут эти строго за технические нюансы такой записи. Ну, главное наполнение, мне кажется. Итак, моя лекция будет посвящена классическому балету и тому, как его смотреть. Дело в том, что классический балет, он существует по определенным канонам и в нем зашиты какие-то символы, знаки и деталек, зная которые, можно получать еще большее удовольствие от того, что происходит на сцене. Поэтому это своего рода ликбез. Честно говоря, не очень я люблю слово ликбез, поэтому я придумала другой эпитет, что ли. Навигатор. Это такой, да, навигатор по маршруту из точки А от увертюры, которая открывает спектакль до точки Б финальных аплодисментов. У меня здесь рядом ноутбук. Я буду иногда немножко на него отвлекаться, чтобы не терять нет повествования, иначе мы можем куда-то уйти совсем, увлечься и уйти в какие-нибудь дебри. Поэтому здесь у меня некий такой план моего рассказа будет. Итак, классический балет. Как определить, что перед нами балет? Балет это не танец вообще. Повторюсь, балет живет по определенным канонам, по определенным строгим правилам, которые, собственно, его определяют. Во-первых, это выворотность. Всегда пятки вместе, носки врозь, колен не открываются наружу, позы всегда открыты, нет никаких ломаных, закрытых линий, нет угловатости, все очень мягко, все очень пластично и, в общем-то, открыто. Главное в балете – балерина. Здесь хочется отметить, что, строго говоря, балеринами называют не всех артисток, артисток балета, не всех танцовщиц, а только тех, которые находятся наверху карьеры, наверху, собственно, иерархии труппы. Балерина – это высшее звание в труппе, есть еще прима-балерина, что переводится с итальянского как первая балерина, но это, в общем-то, ранг такой абсолютный, что ли, практически. Бывает еще прима-ассалюта, то есть совсем вот вершина-вершина, айсберга – это прима-салюта. В общем, если вы, когда вы говорите с профессионалами, с индустрией, так сказать, они будут называть балериной только, балеринами только тех, кто находится на вершине олимпа балетного. Как правило, в балете девушки танцуют в пуантах, артисты танцуют под академическую музыку, при этом это не обязательно может быть какая-то, музыкой золотого фонда, Чайковский, например. Нет, это может быть музыка XX и XXI века, но которая создана по академическим музыкальным канонам. Классический балет, он никогда не демонстрирует откровенную социальную драму или психологический анализ. Балет – это такая абстрактная история. Балет, он может быть про трагедию возлюбленных, и, конечно, балет – это эротическое искусство. Не надо забывать, что балет отчасти это про эротизм. Все остальное – это современный танец. Вот если убрать вот эти правила, это уже современный танец, грубо говоря, если проводить такое вот четкое разграничение. Вот мы, собственно, и будем говорить про классический балет. Если мы собрались, если мы не хотим рисковать, и все-таки мы приверженцы какого-то академического искусства, то мы хотим пойти, естественно, на классический балет. Так вот, как выбрать, на что же пойти? Первое, на что стоит обращать внимание, балет может быть с сюжетом и без сюжета. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое, но прежде чем идти на спектакль, стоит, собственно, знать, будет ли там какой-то сторителлинг или его не будет. Это важно для того, чтобы ни вас, ни вашего спутника или спутницу не пугало то, что происходит на сцене. Например, вы привыкли видеть «Лебединое озеро», где, собственно, есть принц, где есть заколдованная принцесса, где есть определенная сюжетная линия. Приходите на Баланчина и не понимаете, в чем дело. Так вот, чтобы этого избежать, нужно просто заранее знать, сюжетный балет или бессюжетный. Все просто. Дальше. Определились с этой позиции. Переходим к следующей. Длительность. Это тоже может оказаться таким сюрпризом неожиданным. Вот собрались вы на балет и думаете, что он идет, ну, допустим, два акта. А это Ромео и Джульетта, где три акта. Или спящая красавица, которая длится четыре часа. Поэтому надо обращать внимание на количество актов и на длительность балета, чтобы, собственно, в том числе и спланировать свой вечер, как вы хотите его провести. Может быть, вы хотите после балета пойти поужинать, поэтому выбирайте «Жизель», это всего лишь два часа. Дальше. Выбираем сцену. В городе одновременно может идти очень много балетов на очень разных сценах. Это могут быть антрепризные спектакли, для которых собираются артисты из разных трупов специально для определенного вечера. Это могут быть репертуарные театры. Конечно, в репертуарных театрах, если говорить про Петербург, Михайловский театр и Мариинский театр, там труппы постоянные, в труппе всегда поддерживаются качество исполнения. Так предполагается по правилам балетного театра, репертуарного. Поэтому, собственно, важно понять, на какой сцене идет балет. При этом это очень важно еще для того, чтобы выбрать, какие места приобрести. Потому что в одном театре, скажем, в Михайловском, в ложах второй ряд, он на небольшом подиуме. И поэтому со второго ряда в ложах все равно очень многое видно, то, что на сцене происходит. Где-то, скажем, в Мариинском театре второй ряд в ложах, он может быть крайне неудачным, потому что там нет никакого возвышения. Возвышение, кстати, в третьем ряду лож есть. Несмотря на то, что это третий ряд, это более выгодные места, потому что с них все очень хорошо видно. Поэтому это, в общем-то, очень важно понимать, что за сцена для того, чтобы выбрать места. И, естественно, раз уж мы заговорили о местах, естественно, балет лучше смотреть чуть-чуть издали. Потому что, конечно, если вы очень близко сидите сцены, то может резаться обзор ног. Если, кстати говоря, вот очень часто привозят кастрольные спектакли в БДТ, и на исторической сцене БДТ имени Товстоногова, Портер, это не самый удачный выбор. Лучше выбирать дальше места за креслами, потому что, опять-таки, там идет такое возвышение чуть-чуть сцены, и оттуда очень хороший обзор. Если садиться, скажем, на 10-м или на 12-м ряду Портера, то там обзор может быть просто от талии балерины. Это, конечно, очень обидно. Дальше. При выборе спектакля, конечно же, обращаю внимание на то, кто танцует, потому что это очень влияет, конечно, на качество исполнения. Более того, бывает так, что даже первые солистки и балерины, прима-балерины театра в одних партиях могут быть, могут выглядеть более выигрышно, чем в других партиях. Поэтому здесь можно, кстати говоря, прибегнуть к совету друзей, которые постоянно ходят в театр, это, в общем-то, может оказаться очень полезным. Итак, при выборе балета мы смотрим, сюжетный или бессюжетный будет балет, какова его длительность или длительность вечера, потому что бессюжетные балеты, они бывают соединены, не бывают, а, как правило, соединены вечер одноактных балетов, на какой сцене будет идти балет, места и имена. Дальше. Немножечко про, два слова про бессюжетный балет. Бессюжетный балет – это такая, это абсолютный драйв-движение. Там нету истории, там нету сюжета, и всё подчинено эмоциям. Это очень хороший выбор, например, если вы хотите пойти с мужем, потому что здесь не нужно неусыпно следить за перипетиями сюжета, а, в общем-то, нужно отключить какой-то, ну, по большому счёту, отключить голову и просто настроиться на одну эмоциональную волну, волну, простите, эмоциональную волну с хореографией, с музыкой, с тем, что происходит на сцене, наслаждаться чистотой движения, музыкальностью и, в общем-то, ловить драйв такой вот движения. Конечно же, так сказать, принц, король бессюжетного балета Джордж Паланчин, его спектакли очень часто идут на сцене Мариинского театра. Это, в общем-то, чистая стихия безостановочного движения и очень производит впечатление, если это исполнено на высоком уровне, а так, как это происходит в Мариинском театре, это, конечно, большое наслаждение. В общем-то, Паланчин, чуть ли не главный популяризатор бессюжетного, может быть, и главный бессюжетного балета 20 века, говорил, что когда на сцене появляются мужчина и женщина, то это уже балет. Поэтому в данном случае выбор может быть прекрасный. Балеты бессюжетные часто, как я уже сказала, объединяют в вечера по эпохе или по хореографу, или по композитору в Мариинском театре. Идёт вечер одноактных балетов на музыку Прокофьева. И это может быть вот такой вот хороший выбор. Балеты короткие, между ними антракт, соответственно, буфет, прогулка, такой вот лёгкий приятный вечер. Дальше. Это бессюжетные балеты. Сюжетные балеты. Кому-то всё равно необходимо опираться на литературный или исторический контекст. Вот так вот хочется. И это тоже прекрасно. Поэтому выбираем балет сюжетный, где нужно следить за историей, где нужно следить за событиями, которые происходят между главными героями. Можно начать, чтобы получить такую прямо вот кинематографичную практически картину. Можно сходить на драм-балет. Драм-балет – это, дословно, драматический балет. Это изобретение советской сцены XX века. Яркий пример Ромео и Джульетта. Яркий пример Спартак в Большом театре. Мне, собственно, жаль, что Спартак идёт в постановке Григоровича только в Большом театре и в Мюнхене. Но, тем не менее, если, кстати говоря, у вас будет возможность доехать до Мюнхена, обязательно даете, потому что в этой партии выходит премьера Мариинского театра Владимир Шкляров. Это очень хороший спектакль. Так что такая вот рекомендация на полях. Сюжетный балет очень часто подходит в качестве выбора, если вы хотите провести, например, какой-нибудь торжественный вечер с родителями или с бабушкой, потому что это то, к чему привыкло старшее поколение, безусловно, больше к таким балетам с сюжетной нагрузкой, такой классики-классик. Если говорить о походе в театр с детьми, очень часто детей, следуя такой традиции, ведут на шизель, сельфиду, спящую красавицу, лебединое озеро, предполагая, что это сказки-рассказки, то это можно смотреть с детьми. Можно смотреть с детьми. Но это очень взрослые, на самом деле, сказки. С точки зрения, скажем, сценографии, там очень много монохромных кусков, которые совершенно ребёнка могут не цеплять. Или каких-то тягучей, длинной партии, длинной адажио. Детям тяжело удерживать внимание, когда перед ними длинная адажио. Поэтому я бы хотела сделать сейчас акцент на четырёх спектаклях, которые стоит действительно посмотреть с детьми обязательно. Чаполина в Михайловском театре на музыку Хачатуряна. Очень яркая музыка с такими мощной динамикой. Хореография, соответственно, подхватывает эту музыкальность. И там очень много яркой, гротескной хореографии. И очень интересно за ней наблюдать. Кроме этого, там очень классная сценография. Эти шляпы в виде лимонов, костюмы сеньора Помидора, костюмы луковки, костюмы графа Вишенки. Очень много аппликаций, очень много каких-то таких вот явных элементов фруктово-овощных. За ней очень увлекательные дети в бешеном восторге. Обязательно нужно идти. Следующий балет для просмотра с детьми. Его редко показывают. Это балет Шурале в постановке Якобсона. Чем он интересен? Он интересен тем, что там такая структура. Она не в духе пяти па, где есть большие и огромные гран-па. Там очень много миниатюр. И миниатюры эти закончены. Соответственно, опять-таки, детям легко держать внимание. Кроме этого, там огромное количество сценического времени посвящено гротескным эпизодам с лесными чудищами и чудовищами. Шурале – это лесное чудище. Поэтому, опять-таки, за этим очень интересно наблюдать. Но на Чаполино, дорогие слушатели и зрители, мы с вами пойдем, когда вновь откроются театры. А пока наш зрительный зал переместился домой, мы можем обратить внимание на то, что происходит в сети, на то, что выложено в интернете. И здесь я призываю вас обратить внимание, в первую очередь, наверное, на Royal Opera House. Команда Ковенгардена лондонского. Она чемпион по работе с материалом для всей семьи. На вершине, так сказать, всего репертуарного семейного айсберга, наверное, стоит Алиса в стране чудес Кристофера Уолдена. Сумасшедшие совершенно хореографии, замешанные и на клонаде, и на гротеске, и на юморе. С элементами цирковых приемов, чечетки. При этом Уолден все-таки использует и интегрирует в эту его своеобразную хореографическую конструкцию академические композиции, академические адажио, классические приемы. За этим очень увлекательно наблюдать, опять-таки. При всем при этом еще очень интересная сценография. Отчасти с использованием огромного количества элементов цирковых. Там используются в сценографии марионетки и огромные куклы, гипертрофированные декорации. Все это безумно интересно. И детей по-настоящему погружают в атмосферу такую танцевальную, сказки, театральную. Такая очень хорошая рекомендация, мне кажется. Выложена сейчас сеть балет Royal Opera House. Петь и Волк на музыку Прокофьева. Танцуют воспитанники, учащиеся студенты Лондонской Королевской академии балета. Всегда тоже интересно смотреть, когда на сцене танцуют дети. В одной из партий Сергей Полунин молодой. Балет тоже очень красочный. При этом можно поддерживать, практиковать, продолжать английский, потому что текст, произведение, он сохранен. Единственное, конечно, звучит на английском. Вот такие будут небольшие рекомендации. Что хочется сказать вообще при, еще раз так подытожив, главу, связанную с балетом для детей, выбирая постановку, на которую вы планируете сходить с семьей, не стоит, может быть, выбирать такую классику-классик, обращать внимание скорее на балеты, которые больше адаптированы для детей, ближе к детскому восприятию, на недлинные постановки, на постановки с красочной сценографией, можно смотреть с интересным языком пластическим, можно смотреть в интернете при выборе, до того, как уже решили, на что идти, трейлеры. По трейлерам всегда можно определить, на каком языке будут разговаривать артисты со зрителем, есть ли юмор, гротеск, вот эти вот все нюансы, которые детей будут очень увлекать, и они после похода на такой спектакль не будут вспоминать с отчаянием балетный театр. Это очень хорошо. На что сходить? Мы тоже разобрались. На что сходить с мужем, на что сходить с детьми, на что сходить с бабушкой. Здесь тоже есть уже какая-то ясность. Немножко два слова про то, кто придумал русский классический балет. Это тоже может оказаться очень важным для понимания каких-то нюансов и деталей того, что происходит на сцене, опять-таки. Мариус Петипа. Конечно же, Мариус Петипа. Безусловно, балет был до него, в Петербурге, в России, и многое, то, что он сделал, ему, так сказать, досталось по наследству. Часть того, что сохранилось сейчас в мировом репертуаре, это то, что придумал он. Конечно же, это все после революции 1917 года претерпело редакции. Какие-то номера убирались, какие-то вставлялись, заменялось танцами, все это как-то передвигалось. Шаблон уже, который придумал Петипа, он уже растаял. Но, тем не менее, можно абсолютно точно сказать, что фактически он придумал русский классический балет и оставил нам вот это наследие, с которым мы и работаем, да и весь мир работает по сей день. В мировом репертуаре 70, наверное, процентов занимает, десяток названий именно «Постановка Петипа», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Раймонда», «Корсар», «Смеральда», «Жизель», «Сельфида», «Пахита». Ничего не забыла. Вот эти вот балеты, собственно, достались нам от Петипа. Повторюсь, часть придумал он, часть ему досталась по наследству. Кстати говоря, «Боядырку», «Спящую красавицу» придумал он. И вот на «Спящей красавице» мне бы хотелось как раз-таки на примере балета «Спящая красавица» рассказать немножко о шаблоне, который придумала Петипа. В спектакле при Петипа были такой вот церемонии. Всё начиналось с пантаминной развязки, потом шло большое гран-пан, антре, и, в общем-то, в конце пантаминная развязка. Сюжеты могли меняться, что-то передвигаться, но, в общем-то, шаблон был вот таким. Это было придумано для того, чтобы показать всю огромную труппу императорского театра от кардебалета до прем-балерин-труппы. Кстати говоря, вот хороший в том числе пример, третий акт гран-паба лето-пахито, где сначала появляется кардебалет, потом солистки, вторые, первые, потом балерина, премьер, а потом уже все вместе танцуют такую большую коду, финал, тут все, в общем-то, торжественная такая вот точка всего балета. Это было метафорой большого, мощного государства, и спящая красавица вот такой метафорой и осталась. Во главе с балериной, балерина символизировала монарха, и в спящей красавице очень много композиционных элементов, где есть, в общем-то, вот такая пирамида наверху с балериной. Кстати, говоря, когда президент Макрон приезжал в Петербург, мы показывали вечер, посвященный Мариусу Петипа, один из актов был как раз таки и спящей красавицей. Собственно, вот эту вот иерархию мощного государства ему, наверное, и показывали. Так вот, спящая красавица. Шаблон вот такой вот Петипа, он остался в советской редакции, но в Мариинском театре ещё идёт редакция Сергея Вихарева «Реконструированная спящая красавица». Какой она была максимально приближенная к той версии, которая шла в императорском Петербурге. Это очень интересно со всех точек зрения посмотреть, как, собственно, выглядел балет при Петипа. И вот уж где настоящая церемония, калейдоскоп костюмов. Огромное количество артистов находится на сцене. Это «Спящая красавица» под редакцией Сергея Вихарева. Оба спектакля идут в репертуаре Мариинского театра, поэтому, когда будете выбирать «Спящую красавицу», посмотрите, какая версия запланирована. Следующий такой вот символ здесь, да, мы разобрались с символом церемонии по структуре. Вот символ государства, балерина символизирует монарха. Здесь мы вот чуть-чуть вот так вот поняли по структуре, что к чему в классическом балете. Белый цвет. Белый цвет как символ. Белый цвет абсолюта, белый цвет романтики, белый цвет утопии, тоски по идеалу, белый цвет, цвет белого балета, балета 18 века. Язык балета. На каком языке с нами разговаривают? На языке, конечно же, классического танца. Но язык балета, он состоит не только из классического танца. Конечно, в основе именно он. Но есть еще характерный танец, это фольклорные композиции, есть еще мпантомимы и гротеск. В давние времена на языке классического танца изъяснялись благородные герои, а на языке гротеска уже колдуны и злодеи и вот какая-нибудь нечисть в духе нечисти балета Шурале. Вот, кстати говоря, это тоже такой хороший пример балета Шурале, на который обязательно надо сводить детей. Там на языке классики изъясняются возлюбленные, а главный злодей Шурале лесное чудище изъясняется на языке гротеска. Это, в общем-то, такая любопытная деталь и вот хороший пример. Классический танец, его можно условно поделить, очень условно внимание, на прыжки вращения и позы и вот, в общем-то, из прыжков вращения и позы каких-то вот небольших паз складываются хореографические формы. Хореографические формы, они могут быть маленькими и могут быть большими. Это могут быть соло или, это не правильно называется, вариации. Это могут быть дуэтные танцы ПДД, Антре, танец двоих, можно перевести вот так вот, это могут быть большие антре, это могут быть большие гран-па, ну, в общем-то, это все такие вот разные хореографические формы, которые складываются вот из таких па из алфавита классического танца характерный танец характерный танец как правило появляется во вставных номерах очень важно вот тоже такой момент мы часто видим лебедины мэри в любом классическом балете сюжетном внимание что вот идет повествование строгое и вдруг появляется вставной номер вдруг появляются неправильно говорю появляются например испанцы или венгры начинают танцевать и вот это называется вставной номер для чего это было все придумано это было для того чтобы первое дать отдохнуть центральным героям а второе немножечко расслабить публику собственно так ее отвлечь и для того чтобы показать 19 веке было очень модно демонстрировать свои знания в окружающем мире их интегрировать в разные произведения искусства и вот вставные номера характерные танцы они вот эти вот три вещи и помогают закрыть пример испанский танец лебедином озере танцы народов мира в щелкунчике крестьянские танцы в жезеле первом акте когда жезель и граф альберт они отходят на второй план и танцуют крестьяне тем самым вот очень хороший такой показательный момент как второстепенные герои дают отдохнуть главным персонажем пантомима пантомима пришла в классический балет из драматического театра для чего она туда собственно пришла для того чтобы анимировать немножечко то что происходит на сцене потому что танец был в девятнадцатом веке очень довольно статичный это было связано в том числе и с довольно тяжелыми корсетами костюмами и так далее так далее чтобы немножечко оживить повествование спектакль была и введена пантомима более того очень важный момент раньше за сюжет отвечала именно пантомима то есть герои рассказывали артиста рассказывали то что сейчас будет происходить или происходит вот собственно пантомима отвечала жесты за сюжет а за лирику и поэтику отвечал уже танец есть конечно очень понятные жесты я ты такие вот движения над головой это танец кстати говоря зачем в танце показывать танец просто когда герои один другого приглашает на танец собственно вот может быть вот такое вот движение в жезель и жест вот такой вот это мама когда проводит по приплечьем это элегантность вокруг лица красота есть а такие вот три жеста которых мне хотелось бы сейчас рассказать потому что это очень важно для понимания того что происходит некоторых балетах жест клятва два пальца наверх на вытянутой руке просто если сейчас буду вытягивать я выпаду из кадра кулак обращенный вниз убийство смерть значения убийства так планирует ревнивая гамзати убийство ники бейдерки опять-таки еще один знак смерти это скрещенные вот так вот руки знаменитый шест из балета жезель собственно это смерть значения за огромная жизнь очень интересно как с этим символом работает современный хореограф акрам хан который недавно относительно недавно выпустил свою версию жезель и где акцент смещен с любовной драмы на драму социальную там вот этого жеста не встречаются но встречаются перекрещенные палки во втором акте собственно такая реплика знаменитого жеста из жезелью как аплодировать финале хочется поговорить и об этом потому что это очень часто такая вот зона напряжения для зрителя потому что он не знает надо сейчас аплодировать или нет вот задерживают спектакль вроде как не аплодируют но вот начинают и вот стоит подхватывать или нет для того чтобы избавиться вас дорогие слушатели от этого есть несколько правил они довольно простые мы всегда аплодируем дирижеру в общем-то раньше есть вернее строгое правило что дирижеру аплодируют когда спектакль не двухактный то есть где не не один антракт несколько аплодируют дирижера перед первым актом и перед последним в середине спектакля перед другими актами не аплодируют сейчас же мы этому кстати говоря правилу следует и royal opera house и ласкало но вот в петербурге как-то спокойнее к этому относится и дирижеры они очень положительно встречают эти аплодисменты и публику тоже приветствует и перед вторым и перед третьим актом как в общем то уже свободны от определенных условностей мы аплодируем в конце номера здесь очень важно понимать что мы не всегда знаем когда номер закончился поэтому здесь такое же правило как и при прослушивании симфонического концерта между частями оркестру не аплодируют аплодируют уже в конце поэтому между частями по дд например аплодировать не стоит исключение когда артисты сами выходят крампе и принимают вот эти аплодисменты чем-то в классических парадных балетах это принято но здесь можно вот так вот прислушаться к интуитивно к публике более знающие но данном случае если вы не знаете лучше не аплодировать в конце антре в конце больших хореографических форм где есть уже большой акцент где видно что вся все артисты которые были заняты в этом антре и кардебалет и солисты они в общем то пришли к финальной точке и здесь собственно логично подхватить и поблагодарить артистов когда не стоит аплодировать когда задерживают спектакль я призываю вас дорогие слушатели со спокойствием и терпением относиться к балетному театру и к артистам балета потому что очень часто спектакль могут задерживать по объективным причинам и в нетерпении аплодировать перед началом не стоит спектакль могут задерживать потому что артист получил травму и экстренно ищут замену спектакль могут задерживать потому что что-то произошло со сценографии с декорациями или с костюмами поэтому наберитесь терпения если спектакль балет задерживают вашу любимую спящую красавицу на пять минут берите терпение надо просто немножечко переждать как и сейчас в режиме строгой самоизоляции не стоит аплодировать поднятию веса когда танцовщик поднимает на вытянутые руки балерину это конечно может быть эффектно потому что балерина может пребывать в какой-то очень красивой позе но вот строго говоря поднятию веса мы не аплодируем не аплодируют увы во время фуэте и объясню сейчас почему объяснение простое артисты балерины танцовщицы они просто не слышат музыки больших спектаклях в классических фуэте этот элемент стоит или посередине спектакль или ближе их совсем к концу балерина за плечами балерины очень тяжелые сцены и она к фуэте подходит в таком уже колоссальном напряжении и наши аплодисменты они заглушают музыку и в общем то сбивают и конечно она профессионал мы ее не можем сбить она профессиональная артистка балета и должна все выполнить но все-таки во время фуэте на репертуарных спектаклях стоит воздержаться от аплодисментов исключение гала-концерта потому что сам жанр гала-концерта он подразумевает такую вот легкое отношение легкие взаимоотношения можно сказать между зрителем и артистом поэтому здесь в общем-то это позволительно более того балерина все-таки выходит в одном номере который содержит фуэте а не в целом спектакля и так когда мы аплодируем мы аплодируем дирижеру мы аплодируем в конце номеров мы аплодируем в конце больших антре больших таких хореографических композиций мы не аплодируем балерине во время фуэте к сожалению не аплодируем поднятию веса этого в общем-то всего лишь поддержка и мы не аплодируем увы перед началом спектакля дорогие друзья на этом пока все надеюсь что те хайлайты те нюансы те детали о которых мы сегодня поговорили помогут вам еще больше погружаться в атмосферу классического танца больше лучше его воспринимать разгадывать его символы и знаки читайте читайте книги о балете читайте воспоминания мемуары танцовщиков хореографов читайте колонки исследователей балета это все поможет вам пополнять так сказать ваши облачные знания контекстом читайте журнал о балете la person ballin magazine который позволит вам узнать о бэкстейджи о закулисье танцевального мира мира балета приглашу все-таки подписаться на мой канал телеграм-канал вере балет где я рассказываю не только о балете и о танце но и о том как сама занимаюсь и тем и другим делюсь опытом практики практическим пожалуйста берегите себя настраивайтесь на позитивную волну и готовимся к открытию театров и новых сезонов до свидания